В общем, про вещи, связанные с локализацией интерфейсов, нам сегодня расскажет Алина. Так что поприветствуем. Прям много благодарна. Так, кликер. У меня они без костылей в продакшене сегодня. Я расскажу вам про локализацию, как уже сказали. Так, 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 так. У нас есть мобильное приложение. Я его касаться сегодня не буду вообще, потому что оно локализуется совсем иначе, потому что это клиент на мобилке, и к питону отношения там не имеют никакого. У нас есть, кроме мобильного приложения, сайтики, которые из браузера открываются, из приложеньки тоже, как в WebView, открываются. Интерфейс там разруливается джинджей. Локализация, соответственно, тоже там какая-то часть разруливается джинджей. Есть меняющиеся элементы интерфейса. Это, например, теги, города, страны, вот что-то такое более-менее статичное, но которое там надо как-то иногда обновлять. Это задается через админку и разруливается нестандартными средствами джанги. И еще есть контент, который тоже надо локализовывать. Это маршруты, которые продаются и заливаются через админку, и которые пользователи загружают со своих телефонов или с редактора. Собственно, на слайде представлено, как выглядит джанга транслейшн в типичном нашем проекте. 36 языков, 36 папочек, которые называются как-то по ISO-кодам. В общем, и целом понятно, что там происходит. Но, например, здесь проблема такая, что можно перепутать один китайский и другой китайский. Или еще что-нибудь перепутать. В общем, это как-то не сказать, чтобы было все человеку удобно как-то. И когда мы заглядываем во внутрь этих локализаций, мы видим, что там два одинаковых файлика. В каждой папочке два одинаковых файлика. Ты заходишь в одну папочку, видишь, два одинаковых файлика тыкаешь. Попал не в тот язык, надо возвращаться. В общем, это что-то такое странное очень. И как бы менеджер сам не сможет… Ну, точнее, он сможет, но это будет сопровождаться какой-то болью. Когда он будет это тыкать, он будет всех ненавидеть. Такой брррр. Короче, типичная жизненная ситуация. Вы такой, например, разработчик Вася. Няшный такой, рыженький. Сидите своими лапками. Пишите код. Очень интересная задача какая-то у вас. Приходит к вам менеджер Петя и говорит, Вася, нужно переводы зафигачить. И Вася такой, блин, надо оторваться и зафигачить переводы. Пусть лучше сам сделает. Петя, а что ты как маленький? Склонируй репозиторий. И Петя такой, Че? Склонируй репозиторий. Начинает сидеть, там глаз дергаться начинает. И, значит, спрашивает его, например, а как мне узнать для вот этой вот строчки на вот этой кнопке, как мне узнать, какие языки доступны, не забыл ли я что-нибудь? И Вася такой, ну, че ты, погрепай. Погрепай? Да, сам ты погрепай. Ну, как бы, человек без технического бэкграунда не будет заниматься такой фигней. И нужен, ну, какой-то более-менее удобненький инструмент, чтобы можно было привычными какими-то средствами, каким-то текстовым редактором просто взять, написать или скопипастить, там, как в нашем случае, с переводческого сайта, просто скопипастить переводы, чтобы было все понятно, видно четенько, без заморочек. Вот так, например, выглядит типичный перевод города. Это как бы загружен со СМА, и здесь, именно в этом месте все автоматизировано, но, в принципе, если, ну, иногда нужно поправлять эти переводы, так они у нас лежат в базе для, собственно, интерфейсных объектов, и примерно так лежат для контента. И когда нужно поправить какой-то перевод, происходит, например, следующее. JSON прокинут в админку, чувак-менеджер идет поправлять что-то и ставит где-то какую-то кавычку, не туда, запятую забывает, где-то что-то пробел, какой-то скобку не закрыл, скобку открыл, не закрыл. Он нажимает save и такое бабах, короче, 500. Алина, чини, все упало, какой кошмар. Блин, короче, это тоже, короче, не вариант. Вроде выглядит норм, но на самом деле нет, не норм. Потому что здесь очень много, ну, да, здесь много синтаксического сахара на самом деле. Он вроде JSON выразительный, но на самом деле как бы все равно оставляет довольно большое пространство, чтобы там можно было ошибиться. Что же рыженькому разработчику сделать, чтобы менеджеру было хорошо? Мы придумали вот такой формат. вверху мы видим ключ, ну, ключ, который вставляется в темплейт. И пониже написаны значения с языками. Такой формат очень просто распарсить. В нем… Что? По-моему, это томл. Формат называется. Томл? Дхз. Это просто как бы… А так и называется точка.дхз. Не знаю. Это, короче, текстовые файлики. Возможно, он даже как-то называется, но это настолько как бы интуитивно, что это просто придумывается само на ходу. Может быть, язык и строка, которая должна быть в темплейте. А, преимущество, короче, в том, что у тебя все в одном файлике. Это ищется Ctrl-F безо всяких грепов и прочего такого. Ты запускаешь автоматику, которая, ну, упомянута. Мы не успели, короче, выложить ее в open source, но она обязательно там появится. Следите за репозиторием Maps.me. Автоматика. Это джанговая команда, которая генерит тебе все вот эти вот локализации, чтобы никто не ходил ни по каким папочкам, а все было единым механизмом. Значит, все раскидано по файликам. И нигде не был никакой ключ забыт. Это, ну, читание формата. Также легко встраивается в админку, что позволяет вставлять безболезненно города, страны, теки и прочее, и прочее. В общем, это довольно-таки сильно редуцирует боль, потому что, ну, в общем-то, все генерализовано, все в одном формате и норм. Есть некоторый нюанс с OpenStreetMap. Мы выгружаем оттуда переводы для локаций. И есть нюанс такой, что там есть язык дефолтный. Это язык, типа, как на вывеске написано. Естественно, такой ключ не имеет никакого смысла для того, что упоминается в интерфейсе, то есть для тегов, например. И для маршрутов тоже не имеет никакого смысла, потому что что значит, как на вывеске, для описания маршрута не бывает такого. Но это решается просто у нас приоритетами выдачи языка для сущности, то есть просто логикой. И это довольно-таки не больно. Значит, есть в Суни. У меня работает эта штука. Да? Окей, я просто что-то не слышу. Такая же штука работает у нас для user-generated content. Это маршруты наши. Там локализации записываются в JSON, тоже в JSON field. Пасгрессовый. Здесь проблема следующая. Мы не можем навалидировать, ну, точнее, как можем, просто не хотим навалидировать то, что чувак может, например, для английской локализации написать русский текст. Если юзер нагенерил какой-то неадекват, то как бы, ну, пусть будет неадекват. Он будет выглядеть плохо в интерфейсе. Такой контент никто не употребит. И этот контент будет низко. Например, если… Низко я имею в виду в выдаче в поисковой по нашему сайтику. Потому что у нас есть скоринг для языков. И если чувак, например, русский, ну, с русским телефоном ищет какой-то контент, ему в первую очередь покажется русский контент. И уже там потом на каких-то языках. То есть есть такая, ну, как бы, приоритизация в выдаче. И если локализация кривая, то, естественно, маршрут куда-то туда опустится. Могут быть технические проблемы. Типа, например, можно нас задосить локализациями, когда условно там «Войну и мир» зафигачили в описании букмарок. Ну, такая штука не пролезет. Просто через Nginx наш будет entity to large и до свидания. Если чувак нагенерил 100-500 локализаций, ну, как бы, опять это будет, ну, как-то странненько просто. Время ответа никак не увеличится от этого. Увеличится просто употребляемая память, грубо говоря. Потому что маршрут будет весить много, но он не будет весить слишком много. Потому что там будет ограничение все равно. Со strings.txt в отношении интерфейса такая проблема, что если ты ошибся в ключе, то это прибило тебе весь перевод. Но это как бы решается просто тестированием самого механизма. То есть ты тестируешь английскую локализацию, которая типа по умолчанию как-то. Ну да, по умолчанию. И тестируешь какую-то, например, русскую локализацию, которая не по умолчанию. Английский и русский все более-менее знают. Не нужно никаких специальных знаний, чтобы там тестировать китайский, например. Это же трудно. Там фарси какой-нибудь. Ты же тестировщиков просто не сможешь нанять столько, чтобы они знали какие-то специфические языки и могли осознанно тыкать в этот интерфейс. Надо тестировать как бы известное. Если ты ошибся в ключе, соответственно, это вылезет на просто первом тестировании каком-то самом смолке функциональном и будет по-фикшену быстренько. Еще бывают ошибки в, собственно, языках, в ISO-кодах. Но единственное вообще, с чем мы столкнулись, это то, что люди путают UK, украинский и EN, потому что все такие «ммм, UK, это же там, где Лондон», как бы, и пишут в UK. Но как бы не страшно, потому что ты видишь, что у тебя весь сайт UK на украинском, и как бы тут нетрудно понять, что к чему. Спасибо большое за внимание. Вот уже прям вопросы там есть. Спасибо за доклад. По последнему слайду вопрос. Почему UK украинский и стандартный, если я не ошибаюсь, это UA? UA? Да. Нет разум? Ну, окей. United Kingdom? Нет, это иссок от страны. Ну, не языка. Языка EN. Слушай, я правильно понял, что у вас вот эта штука, то есть вы вот в этом файле пишете, а потом у вас плагин для Джанги, который генерирует из нее локализацию для Джанги. Да, да, да. Спасибо за доклад. Здесь инструмент такой, Заната называется, и Федора переводится. Она работает по файликами, очень удобно. Пушатся пульцы в Занату, пушатся по файлике сырые, забираются переведенные. Не пробовали его использовать? Классненько, нет. Заната. Как? Заната. Заната? Заната. Окей, я посмотрю. Веб-интерфейс, как бы множество языков можно добавлять и переводить. Менеджер, да, может веб-браузер все делать сам. А, ну-ка, хорошо. Можно Amazon Turk зафигачить, пусть сам берем. Здравствуйте, спасибо за доклад. Собственно, да, у меня дополнение тут еще к вопросу. То есть есть еще халявный, open-source, это PUTAL для питона, который позволяет тоже с веб-интерфейсом управлять. И из платных я знаю Crowdin, который тоже позволяет, там еще лингвисты их модерировать можно. И интеграция с GitLab, с GitHub, все есть. На самом деле у меня такой вопрос. Как вы решаете и вообще сталкивались вы с такой проблемой, когда у вас есть дефолтный язык, я так понял, у вас английский, и когда программист, то есть написал что-то в коде на английском, а потом приходят и лингвисты и говорят, надо, блин, перевести, ну, точнее не перевести, а поменять текст. И хотелось бы это делать без деплоя. Вот мы просто заводили такой псевдо-английский когда-то. Вы не думали об этом? И не сталкивались с проблемой? Я не очень поняла вопрос. А что значит программист написал что-то по-английски, а потом… Ну, например, название кнопки, там, назвал апдейт, его уже потом в GTE, GTE сгребает, отправляет по файлу, правильно? Да. А потом приходят лингвисты и говорят на английском, ну, апдейт, что апдейт, мы хотим назвать как-то по-другому кнопку. Ну, не знаю, уплот. Мы тут же переводим, кладем в strings, тексты, генерим. Ну, то есть вы в коде все это делаете? Ну, в общем, да. А, ну, как бы интерфейс без деплоя трудно поправить. Ну, понятно, ладно, спасибо. Кстати, насколько я помню, у Джанги есть, по-моему, плагинчик классный, который позволяет в админке ткнуть, там, показать вот эту страницу, как ее видит пользователь, причем с выбором локализации. То есть там покажите мне там страницу логина на 4C, или покажите мне там страницу такую-то там еще на чем-то. То есть там, по-моему, есть такая штука. Ну, в принципе, да. Так, вопросы еще? Кого-нибудь? Все-все-все переводят? У всех все работает? Все? Ну, тогда, наверное, все. Да, я еще хотел, да. Аплодисменты, давайте, давайте. Субтитры создавал DimaTorzok